Совхоз «Тепличный» получит новое имя и начнет новую жизнь. Во вторник губернатор Павел Коньков встретился с потенциальным инвестором, который готов построить в регионе современный тепличный комплекс площадью около 70 гектаров. Для сравнения, нынешний комбинат занимает 48 гектаров. Выращивать планируют не только овощи, но и грибы. Мы на этой же площадке предполагаем построить грибоводческий комплекс по производству шампиньонов, объем производства до 3,5 тысяч тонн грибов. Это тоже совершенно для России новое направление, потому что отрасль грибоводства угасла, и на сегодняшний день практически в России от нее только следы остались. Мы пользуемся только импортными грибами, и за границу уходят сотни миллионов евро. Инвестировать в регион 12 миллиардов рублей готова российская компания «Агротип», которая занимается строительством теплиц и агротехнологическим сопровождением производства овощей. С нынешним положением дел совхоза инвестор уже ознакомлен. По его мнению, процедура банкротства слишком затянулась. Медленно работает конкурсный управляющий. Компания «Инвестор» даже предлагает сама безвозмездно провести инвентаризацию имущества, чтобы в кратчайшие сроки выйти на торги, где предприятие будет продано. Если все будет складываться благоприятно, и мы где-то к мае месяце все процедуры юридически закончим, я не исключаю, что уже в этом году 10 гитар теплиц мы введем в эксплуатацию. Правительство региона готово поддержать инвестора. И с конкурсным управляющим обещают переговорить и финансами помочь. Мы в рамках программы изыщем возможность сегодня перераспределить средства бюджета и направить именно на поддержку этого проекта. Если все случится о том, что заявляет сегодня инвестор, и в 2016 году мы уже получим первые тепличные комплексы, безусловно, эти деньги будут освоены. Если проект удастся реализовать в том объеме, который задумал инвестор, а это производство 60-70 тонн овощей, то появятся и новые рабочие места для ивановцев. А еще предстоит решить судьбу котельной. У теплиц будут свои встроенные источники обогрева. А вот для того, чтобы отапливать соцобъекты на Ваталис, нужна менее мощная автоматизированная котельная. Инвестор готов построить такую. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.